Люди, которых похищали инопланетяне, расскажите нам свою историю. Еще одно существо. Не помню, как оно выглядело, но помню, что я спросил, могу ли я задать им несколько вопросов, на что я получил ответ, который прозвучал в моей голове. Нет, это все, что я помню. Мой Шурин говорит, что его похищали. Никаких особых деталей я не знаю, кроме того, что он в тот момент находился в лесу. Он ушел туда ночью. Он никогда так не делал, как минимум не предупредив кого-нибудь. Его нашли на следующее утро в полном оцепенении. У него был шок. Едва мог говорить. Он так и не сказал, что произошло. Не хотел ничего рассказывать. Он сказал только, что над ним проводили опыты. После этого случая на его правой ноге появилось что-то вроде родимого пятна. Раньше его не было. Это я точно знаю. Его там не было. Теперь у него четкое фиолетовое пятно почти на всю ступню. Какого хрена? Меня действительно похищали инопланетяне, и это не шутка. Как-то раз во время работы я ехал один по трассе М-62 в Великобритании. На часах было три утра. Следующий момент, который я помню, смотрю на часы и вижу пять часов. Два часа делись не пойми куда. Я подумал, что у меня поехала крыша или типа того, и вернувшись домой, лег спать. Во сне мне приснилось то, что произошло той ночью, и я сразу все вспомнил. Меня забрали на инопланетный корабль, завели в какую-то комнату и положили на пол. У меня взяли сперму, но я не испытал оргазма. Затем мне в руку вкололи какую-то красноватую, похожую на ржавчину жидкость. Мне кажется, они вкачали мне ее для того, чтобы следить за мной. Каждые несколько недель или около того, я просыпаюсь утром в пять часов. И знаю, что я был там, но никак не могу ничего вспомнить. Иногда у меня возникает ощущение, что меня только что забирали или вот-вот заберут. В этом нет ничего веселого, и никто мне не верит. Я уверен, что они берут наш генетический материал и заселяют другие планеты гибридными существами. Они забрали меня посреди ночи. Я кормил скот при свете луны, и тут на меня упал огромный луч света. Следующее, что я помню, это то, что я еду по дороге и разговариваю с тем, кто, как я потом понял, был моим отцом. Или с отцом человека, в теле которого я сейчас нахожусь. Он пошутил, что время идет медленно, и что он видел серию секретных материалов, в которой говорилось, что когда инопланетяне похищают людей, время поворачивается вспять. Так они могут высадить человека в то же время, когда его и забрали. Вот только я думаю, что они что-то перепутали, потому что я нахожусь не в том теле, из которого меня забрали. Я помню всю свою прежнюю жизнь, а в этом теле я на 18 лет моложе, и мне от этого не по себе. Через несколько лет после случившегося я поехал посмотреть, сохранилась ли ферма, на которой я когда-то жил. Однако мне потребовалось немало времени, чтобы добраться туда, не вызывая подозрений. Оказалось, что она исчезла, как будто и не было никакой фермы. Может быть, это был всего лишь сон? У меня нет для вас истории, я ничего не помню, но недавно мне сделали МРТ, и врач спросил меня, когда у меня была операция на спине. А у меня в жизни не было ни одной операции. Он, выпускник Гарварда и нейрохирург, заявил, что у меня точно была какая-то операция, учитывая наличие рубцовой ткани вдоль позвоночника. Я в шутку сказал ему, что инопланетяне пихали мне туда свой зонт, когда похитили меня. Услышав это, он сменился в лице и всерьез задумался. Он вовсе не воспринял мои слова как шутку. После этого он еще немного посмотрел на снимок, как мне показалось более внимательно, а затем сказал, я готов поклясться своим медицинским дипломом, что у вас на спине есть рубцовая ткань после операции. В общем, ничего особенного, но у меня до сих пор есть этот шрам. На часах было примерно 3.50 утра. Я сова, поэтому обычно ложусь спать примерно в это время. За окном начинался дождь, а в щель окна задувал громкий ветер. Мне стало жутко и у меня появилось странное ощущение, что сейчас произойдет что-то плохое. Я выглянул в окно, но не заметил ничего страшного, кроме того, что деревья очень сильно раскачивались, а одно из них было выкорчевано. Обернувшись, я увидел у своей двери двух пришельцев. Они были худыми, с согнутыми спинами. У них не было суставов, разделяющих их тела на отдельные конечности, а головы двигались механически, как у роботов. Дверь в комнату была закрыта, так что я предположил, что они прошли сквозь нее или телепортировались прямо в мою комнату. Они заговорили со мной на каком-то странном языке, который был похож на какой-то получеловеческий полуинопланетный. В следующее мгновение я понял, что меня завязали в какой-то огромный непрозрачный полиэтиленовый пакет. В нем были отверстия, через которые я мог дышать. Почти сразу же я погрузился в глубокий и спокойный транс. А когда я очнулся, я понял, что нахожусь в каком-то незнакомом мне пространстве. Я мог видеть сквозь отверстия в полиэтиленовом пакете. Было ощущение, что я нахожусь в небе, и все вокруг парит. Потом я услышал шаги. Как я понял, ко мне подошел главный, чтобы изучить меня. Он расстегнул молнию, но увидев мое лицо, издал звучное «фу» и тут же застегнул меня обратно. В следующий момент я снова оказался в своей постели. Это был 2009 год. Мне тогда было 13 лет. В пятницу вечером я допоздна засиделся за компом, играя в какую-то флэш-игру. Я набирал что-то в адресной строке, как вдруг услышал странную тишину. Это трудно объяснить, но все звуки будто исчезли. Остался лишь звук моих пальцев, стучавших по клавишам. Я прервался на секунду и задумался, не случилось ли со мной чего. Помню, я боялся, что у меня инсульт или типа того. Затем я оказался там. Огромное пространство, абсолютно черное. Я едва мог различать края комнаты, но они вроде как были металлическими. Мне было холодно. Спустя пару минут до меня дошло, что происходит. Я парил в огромном помещении, глядя вверх, туда, где должен быть потолок. Вокруг не было никаких источников света, но каким-то образом небольшая область, в которой я парил, была освещена. Я помню, как осматривал все вокруг, находясь в состоянии некой фуги. Чуть погодя, звук вернулся, но только теперь это был странный гул, который медленно становился громче, а потом тише. Что-то вроде звука двигателя, но более мягкий и гармоничный. Так или иначе, мне было не по себе от него. Когда я вынырнул из этого состояния, я сделал огромный вдох, и у меня начал херачить адреналин. Я пытался пошевелиться, но мог двигать лишь головой. На мне по-прежнему была одежда, но я просто парил в воздухе, мотая головой и пытаясь понять, что, собственно, происходит. Я полностью пришел в сознание, не могу вам передать, насколько сильным был страх. После этого я услышал сзади чье-то дыхание и тяжелые мощные шаги по металлической поверхности. Я повернул голову, пытаясь разглядеть, что там, но свет до туда не доходил. У меня так сильно било сердце, что я думал, что вот-вот умру. Постепенно я начал видеть очертания приближающейся фигуры. Мой мозг с трудом пытался понять, что это. Это был не человек, фигура была огромная. По мере ее приближения к свету, я начал различать черты головы. Это была лошадь. Долбанная коричневая лошадь с черной гривой медленно шла на свет, проходя мимо меня. Я помню, как почувствовал жар от ее туловища, когда та была так близко. Она подошла к двери у края комнаты, расположенной ближе к моим ногам. В том месте свет был уже не столь яркий. Лошадь встала, и я услышал звук, похожий на открывание застежки молнии. Вдруг лошадь упала на пол, точнее ее оболочка. Из нее показалась небольшая фигура гуманоида. Он повернулся, посмотрел на меня огромными черными глазами, а затем просто вышел за дверь. Я не успел ничего понять, как вдруг я снова почувствовал рядом с собой чье-то присутствие. Я повернул голову и увидел, как еще один гуманоид накрывает мое лицо каким-то шаром с огоньками. После этого я проснулся, но не в своей постели. Я был в паре километров от своего дома. У меня ужасно болела голова, а одежда на мне была порвана и испачкана. Я медленно встал и огляделся. Когда я понял, где я нахожусь, я просто вернулся домой, выпил таблетку от головной боли и лег спать. В тот момент я просто хотел, чтобы эта ночь закончилась. Я понятия не имел, что со мной произошло. Но спустя время я точно понял, что то, что я пережил, было реальностью. Это был не сон. И не сон и паралич, не лунатизм и так далее. Все это было очень реально. Я долгое время никому не рассказывал об этом случае. И теперь, каждый раз, когда я у кого-то на ферме или еще где-нибудь вижу лошадь, я вспоминаю о той ночи. В комментариях масса людей, которые читают, что они лучше знают то, что именно за опыт вы пережили. Очевидно, что они просто не готовы принять тот факт, что мы, вероятно, не единственная цивилизация в этом мире. За последние годы я прочитал сотни подобных свидетельств, а существует их вовсе тысячи. Все эти детали, что вы упомянули, внезапная тишина, освещение безвидимого источника света, сущность, прячущаяся за аватаром. Все они встречаются в огромном проценте имеющихся у нас свидетельств очевидцев. Есть очень много случаев, когда необычное событие переживали вместе несколько человек. А еще в большем количестве случаев свидетелями этих невероятных вещей становились специально обученные люди, которым нет смысла не верить. В последние несколько лет Конгресс, НАСА и Генеральный инспектор разведывательной службы начали расследование данного феномена по различным направлениям. Конгресс успешно проголосовал за создание и финансирование ААРО, агентство по всеобъемлемущему расследованию аномалий, и разработал закон, защищающий информаторов, работающих над секретными программами, в рамках которых предпринимаются попытки реинжиниринга технологий, полученных от другой цивилизации. Уже есть неоднократные случаи, когда бывшие сотрудники спецслужб заявляют о каких-то секретных материалах. В частности, Дэвид Груш, давший показания под присягой Генеральному инспектору разведывательной службы. Вскоре он даст показания под присягой делегации Конгресса. Ветеран разведки утверждает, что государство скрывает технологии нечеловеческого происхождения от Конгресса. Я не знаю, существует ли данный феномен, но тему с инопланетянами становится игнорировать все труднее. К тому же, учитывая тот факт, что в последнее время все больше заслуживающих доверия свидетелей делают столь необычные заявления. Меня похитили во время свадьбы моего двоюродного брата. Все было как в тумане. Их было двое. Они светили мне в лицо двумя большими фонарями. Они едва говорили по-английски и постепенно задавали мне вопросы о том, сколько я выпил. Я предполагаю, что раз Земля водная планета, им было интересно, что мы пьем. Вопреки распространенному мнению о банальных зондах, один из пришельцев все время пытался заставить меня надеть штаны, а не снять их. Но я в тот момент никак не мог их найти. А другой пришелец, который, похоже, был главным, все время говорил о том, что я мешаю другим гостям свадьбы. И пытался похитить мою бутылку шампанского. У их космического корабля было много ярких огней, в основном красного и синего цвета. Они отправили меня на свой корабль-носитель и поместили в камеру с другими людьми, которых они тоже похитили в тот день. Следующий момент, который я помню, это утро. Я стою на тротуаре в центре города возле полицейского участка. В голове у меня был туман, но физически я был цел и невредим. От всего пережитого у меня жутко болела башка. А потом, когда я ехал в автобусе, меня вырвало. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Люди, которых похищали инопланетяне, расскажите нам свою историю. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok